Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас новенькая. Зовут её Дженнифер Алмейда. Это кубинская певица, актриса, которая сейчас проживает в Испании. Всем привет! Я Дженни. Рада видеть вас на своём канале. Это видео является самым популярным запросом. Сегодня я сделаю это. Я собираюсь сделать реакцию и проанализировать голос Димаша. Мне все говорят, что это лучший певец в мире. Мы ещё поговорим об этом. Поехали! Я буду слушать Димаша в первый раз. Этот певец из Казахстана. Вот его канал. А вот и выступление. 2021 год. Песня называется S.O.S. Она на французском языке. Все просили меня сделать реакцию именно на эту песню. Давайте начнём. У меня уже гусиная кожа. Во-первых, он начал очень настроенно. В аккурат с частотой 440 Гц. Затем он использовал воздух. В атаке фразы, в завершении фразы и во время самой фразы. Тут было 3 разных этапа. Атака, завершение и вокальный режим пения с использованием воздуха. Также там были слова. Зачем я живу? От чего я умираю? И это очень сильный момент, который он переживает и выражает в своём голосе. Здесь было всего 2 предложения. А у меня уже слов, как у барбоски Блох. Ещё одна важная вещь – это вибрато. Это вибрато, повторяющая ноту. Там нет значительных колебаний с нижней или верхней части ноты, как при традиционном вибрато. Или в более современном стиле. Я спецом здесь преувеличивала, чтобы вам было понятно. Едрит, Мадрит. Сколько же всего он опихал в эти 2 такта? Один момент. Я хочу воспроизвести это, чтобы вы смогли сравнить эти ноты. Здесь он охватывает 3 октавы. Если это до 4, в некоторых странах это нота до 3. В общем, если это нота до 4, тогда это нота си 2. И он идёт к нотам си 3 и си 4. Примерно что-то такое. И, конечно, эту ноту нелегко взять мужчине. И он больше, чем тенор. У него очень развитый высокий голос. Это ещё называют типле. Или контртенор. Это тенор, который может достать до регистра меца-сопрано. Следовательно, эта нота не доставляет ему особых трудностей. Но меня больше удивляет вот это сальто-мортале. Потому что он пел сопрано и вдруг опустился больше, чем на октаву. И сделал арпеджио. То есть от самой нижней до самой верхней ноты. И он использовал грудной голос, когда брал низкие ноты. А потом перешёл смешанный и закончил всё это головным голосом. И здесь вибрато было больше колебаний. Вот здесь он спел это фальцетом. И при размещении он его немного смазывает. Взяв немного снизу вот отсюда. Он склеивает это таким образом, что это не беспокоит его и не причиняет ему боли. Мальчик мой, как далеко ты решил зайти? Обожаю его вибрато. Он повторяет эту фразу. И впечатляет то, что здесь такой неимоверный диапазон. Это длиною в две октавы. Плюс ещё половинка. Он не старается петь лирично. Он поёт это в более современном цвете, используя высокий голос. Не знаем, как для него, но это сверхвысоко даже для женщины. Для меня вот это уже высоко. А ему же при этом ещё и нужно озвучить слова. Вот он зверь, просто зверюга. Он спел эту ноту си грудным голосом. И это очень высоко. Головной голос звучит как сопрано. И это вибрато уже можно назвать радиоуправляемым. А вот и его тенорный голос. Я предполагаю, что вот это его голос. Его настоящий голос. Здесь его грудной голос, который темброван с использованием резонаторов. Он всегда немного смешанный. Это не чисто грудной голос. Вот это настоящий Димаш. Потому что вот это фальцет головным голосом. Я не считаю, что это его настоящий голос. Это его фейковый голос. И я знаю, что многие преподаватели по вокалу не согласятся со мной. Но современная школа рассматривает это именно так. И также заметьте, что он вытворяет в конце этой фразы. Он делает этот намеренный вокальный надрыв. Здесь он делает то же самое, о чем мы говорили. Поэтому я иду дальше. Эта долгая нота повторяется снова. Но он размещает ее другим образом. Так как в первый раз это звучало более лирично. И головным голосом. Здесь это смешанный голос. Это похоже на то, как поют рок-певцы. И я попытаюсь это повторить. Это кажется тяжело сделать. Но на самом деле, для мужчины это не так уж сложно. Да-да. Мы разрушаем миф о мужском фальцете. Это не так сложно, как кажется. Это сделано немного через нос. Так сказать, назальным образом. Как будто ребенок плачет. Я иногда прошу своих студентов, чтобы они сымитировали плач ребенка. И вот что получается. И у них получается взять эти верха. Но ему удается протянуть эту ноту подольше. Что и делает ее такой впечатляющей. Я правда это слышала? Это реально было? Он же только что спустился в загробный мир. Нет-нет-нет-нет. Ядрена Барселона. Он продолжает поражать меня все больше и больше. Чем дальше в лес, тем гуще деблей. Давайте послушаем, что будет дальше. Конечно же, я не могу так низко. Он начал петь вот здесь. Нота С. Нота С2. А сейчас он поет на предельных нотах баса. Бас может быть еще ниже. Но суть в том, что он пел очень высоко вот здесь. И получается у нас уже... Посчитаем. Раз. Два. Три октавы. Я так рада услышать все это. Спасибо за рекомендацию. Еще один переход. И дело здесь не только в количестве регистров, которыми он владеет. А в качестве звучания каждой ноты. Он звучит хорошо при басе. Звучит хорошо на высоких нотах. И, наконец, он звучит хорошо в этой удобной для него тесситуре. Я говорю про его тенорный голос. Это просто настоящее украшение. Звучит немного по-восточному. Ведь часть Казахстана находится на территории Центральной Азии. А другая часть в Восточной Европе. И это типично для азиатов иметь такие высокочастотные голоса. Магрипа, Хрипулаевна. Нет, 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 нет. Я не собираюсь идти назад, медсестры. Нетушки. Ведь после этого я не певица. Итак. Давайте разбираться, что он опять натворил. Это продолжительная нота Фа. Мы говорили про позицию головного голоса. И тут нежданно-негаданно он взметнулся высоко вверх до свисткового регистра. До этого у нас было раз, два, три октавы. Теперь он укоротил четвертую. Давайте еще раз это послушаем. Это нота до диез шесть. Это нота до диез шесть. И это уже предельные ноты сопрано. Потом там еще. Это нота ми семь, которая выросла из той ноты ми из загробного мира. Раз, два, три, четыре. Он прошел через четыре октавы. И сделал это настолько мастерски. Идеальное исполнение. Безупречный контроль. Я сошла с ума. Мне нужна она. Там еще есть эффект задержки. А теперь шепот. Какая прекрасная сцена. И эти эффекты искусственного эха. Все эти ревербации и эффект с задержкой ноты. Чтобы она повторялась. Иногда, чтобы придать больше эмоциональности, добавляет больше эха. Здесь есть нота, где он звучит очень естественно. Эти ноты он может петь, не применяя свою технику. Смотрите, как он спел в поп-стиле. Боже, сколько же времени он находился там. Вокальная устойчивость. Это еще одно его качество. О котором я не сказала. Теперь он использует мелизмы. И высоко в разбежке добавляет вот эту вкуснятинку. Что-то такое. И даже здесь у него получается это пропеть. В моем случае это был виск в чистом виде. Но учтите, что я и не тренировалась это делать. А так, где лов-то? И это было очень-очень высоко. Перед нами певец, который изучил свой инструмент. Певец, который потратил кучу времени на тренировку своего голоса. Певец, который знает свое тело как пять пальцев. И певец, у которого неоспоримый врожденный дар. Но здесь также много труда. Тысячи часов практики пения и работы над собой. Это кульминация песни. И вокалист передает нам всю эту напряженность и интенсивность с помощью крещендо. Отдавая всего себя для этой концовки. Поп-стиль. Задержка, эхо. Воздух. Голоса уже не слышно? Но осталось дыхание. Обожаю такие штучки. Звук выпускаемого дыхания. Еще и эта пауза перед финальной нотой. И продолжительность этой паузы перед финальной нотой. Такое чувство, что там не прибавить, не убавить ни одну миллисекундочку. Также нет такого ощущения, что он поет как бездушная машина. В его пении столько души. Потому что он выражает все эмоции, которые живут в этой песне. Если мы будем говорить, кто лучший певец в мире, то эти разговоры не для меня. Потому что я одна из тех людей, у которых нет любимого цвета. Я люблю разнообразие и восхищаюсь всеми талантливыми людьми на нашей планете. Но если смотреть на это с точки зрения измеримых параметров, как в спорте, например, то Димаш, без сомнения, самый лучший певец в мире. Я с этим согласна. Всем спасибо за внимание. Это была не самая простая реакция для перевода. Но я всегда стараюсь найти для вас что-то новое, что-то по-настоящему интересное. Это не просто охи-ахи и не просто amazing и incredible. Я всегда стараюсь найти что-то то, о чём ещё никто не говорил. Всех люблю, всех обнял. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok